Всем привет! У микрофона Илья Аканов, шоу «На одной волне». Максим Гурьянов, инструктор по фридайвингу, сидит у нас в студии. Уникальный человек, который погружается на самое дно самых глубоких водоемов Мирового океана. Максим, привет! Привет, привет! Где был последнее время? Где погружался? Летом, в связи с тем, что у нас очень нынче особенный год, погружался исключительно в наших водоемах, хотя были планы морские, но, увы, увы, перенеслись. Пандемия и сюда влезла, да? Да, к сожалению, к сожалению, да. А сколько лет этим занимаешься и с какого возраста? Дело было в 2007 году. Все это началось с того, что обычное плавание надоело. В родном моем городе, Вишкарле, построился дворец вонных видов спорта. Появилось новое прекрасное место для тренировок. И там я повстречался с товарищем, который именно практиковал ныряние, а не плавание. Вот, собственно, он меня в это дело завел. Много надо амуниции для того, чтобы начать заниматься? Нет, нет, как раз-таки, если брать самый примитивный вариант фридайвинга, это плавки, ласты, маска. Все, что нужно. Комплект номер один мы называем это. Ну, трубка еще там, если это открытый водоем, очень теплый, то можно, в общем-то, и в плавках заниматься. Он бюджетный, то есть это, в принципе, достаточно. Бюджетнее, чем скуба-дайвинг точно. А что такое скуба-дайвинг? А скуба-дайвинг это те люди, которые ныряют с баллонами. Ух! Да. Сам не пробовал? Пробовал, безусловно. То есть я и ту, и ту тему пробовал. Это совершенно два разных режима пребывания под водой. Вот. И более естественный режим, когда ты ныряешь на задержке дыхания, он для меня ближе оказался. Ну, вообще, читал я и слышал о том, что очень, скажем так, профессиональный реальщик, это уже самого, она очень вредна, и они заканчивают жизнь, ну, где-то, наверное, не знаю, от 30-40 лет. И все это связано с задержкой дыхания. Действительно ли это так вредно? Нет, это не вредно, смотря как заниматься этим. Можно, как сказать, можно кататься на лыжах для себя, где-нибудь на корте, а можно быть спортсменом. Реально. То есть там гробить свое здоровье, там, выступать на каких-то соревнованиях, посвятить этому всю жизнь. То есть все зависит от того, как вы этим занимаетесь, безопасно, там, или не очень. То есть нужно получать удовольствие, в принципе. Да, да, то есть от всего нужно получать удовольствие. Жилы не рвать. Да, жилы не надо рвать, тут точно. Каков алгоритм погружения? Какие есть секреты? Секретов никаких нет. Ну, там, продувка легких, там, и так далее, и так далее. Нет, легкие мы не продуваем, продуваем мы среднее ухо. То есть если кто-то из вас пробовал нырять, даже хотя бы в бассейне, то у нас, как говорят люди, закладывают уши. Или когда мы летим в самолете, когда самолет садится, идет изменение давления, и уши немножечко закладывают. Вот, мы учимся продуваться, по-народному это называется продувка, по-научному это компенсация давления. Вот, мы... Это обязательно делать? Да, да, обязательно, иначе можно, так сказать, уши свои травмировать. Вот, поэтому мы учимся продуваться, мы учимся правильно готовиться к нырку, правильно дышать, расслабляться, и, соответственно, все это делать комфортно, кайфово, безопасно. Как вообще продувать себя? Продувать уши? Да, продувать уши. То есть, сама техника интересна. То есть, нужно, во-первых, набрать воздуха, перекрыть дыхание. Какие ты употребляешь страшные слова. Перекрыть. Страшные, да? Да. То есть, самый базовый способ, тот, которым вы обычно, допустим, пытаетесь как-то убрать это неприятное ощущение в самолете, когда идет посадка, вы сглатываете, да? Сглатываете, либо в советское время бортпроводницы давали пассажирам конфетки, чтобы сжевали при посадке. Да, 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 да. Вот эти сосуды ужасные мне, они не нравились на самом деле. Как так? Вот, ну, у меня очень интересное детство летное. То есть, у меня отец гражданский летчик, я все детство провел в самолетах, и конфеток этих я очень много поел. То есть, папа как бы брался у тебя на работу, да? Да, да, да. Пойдем с ног на работу, слетаем, ну, куда-нибудь там, в Москву, или там, в Владивосток. Нет, ну, чаще всего это что-то такое было локально, но были дальние вылеты, потому что в советское время летали самолеты у нас из Шкаралы на юг активно, Татьяна-24, чебурашки, как и говорили. Чебурашки. Да, да, да. Ну, заподводные, если, то примерно так же, да. То есть, у нас есть там базовый способ, называется вальсальва, как я просто, ну, если просто объяснять ученикам, то зажал нос, закрыл рот и выдохнул. Так, чтобы в ушах щелкнуло, в одном и в другом. Главное, чтобы больше нигде не щелкнуло, в голове. Да, 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 чтобы ничем в голове не щелкало, это точно. Чтобы не лопнул сосудок где-нибудь в голове. Да, не дай Боже. Ты занимаешься с детьми. С детьми в том числе, да. С какого возраста можно заниматься? С 7 до 12. Это детский фридайвинг, то есть, он очень лайтовый, то есть, это всевозможные подводные игры в стиле там достань со дна, пронырни там под колечками и так далее. То есть, там нет какой-то там нагрузки, да, там пагубной. Дети просто ныряют, кайфуют, что-то под водой какие-то делают интересные вещи. Вот у взрослых это чуть-чуть по-другому, то есть, это взрослый курс теории, с физиологией, потому что ребенка не посадишь за теорию, где он будет полтора часа слушать, что происходит в организме. Вот, поэтому дети это игры в основном. Всякие подводные игры. Нужно обязательно уметь плавать, чтобы заниматься? Минимально. Есть такой миф, что чтобы нырять, нужно быть там мастером спорта по плаванию. Можно уметь плавать по собачьи. Просто уметь держаться на воде, проплыть, ну, какое-то минимальное расстояние, чтобы можно было учиться нырять. Вот. Как вообще вот это вот расстояние увеличивать? Расстояние проныривания в длину. Все это идет посредством долгосрочной адаптации. То есть, есть схемы тренировок определенные, да? То есть, постепенно прогрессировать, увеличивать зону своего комфорта, работать над техникой. Ну, там составляющих очень много на самом деле. Сколько максимально ты можешь проплыть под водой? Метров? Мой текущий рекорд в длину в ластах это 100 метров. То есть, два полтинника. Да, два полтинника. Без ласт с брасом 75 метров. Задержка дыхания без движения. Это у нас называется статика. Это 4 где-то 4.30, по-моему, было. 4.26, когда я соревновался еще. 4 минуты? 4 минуты 26, да. Ничего себе. Слушай, мировой рекорд 11 минут. Да я не верю, что 11 минут можно жить без кислорода. За 11 минут это француз Стефан Мисфут, он задержал дыхание. Пока что это текущий рекорд, его никто не побивал. За 11 минут я успел приготовить яичницу, позавтракать, съесть, завтрак, попить кофе. А человек все это время просто лежал. То есть, мой рекорд, он еще очень скромный. А в глубину это 30 метров. Ну, там 30 с хвостиком. То есть, это, чтобы ты понимал, 30 метров я замерял, это 10-этажка. Ой-ой. Да, то есть, я приехал домой, я растянул с балкона свой трос, да, там с домным грузиком. И понял, что как раз вот мой 30-метровый трос, это 10 этажей обычного жилого здания. То есть, рядом у меня стоит 16-этажка. Это уже, ну, наверное, вот 40-лет где-то такой. 40-45 метров. Надо тренироваться, как научить себя задерживать дыхание надолго, потому что, ну, больше минуты, допустим, я, я, обычный смертный человек, ну, наверное, не выдержит. Ну, минута, даже минута, это уже круто. За минуту можно успеть нырнуть и комфортно нырнуть на 15 метров, понимаешь? Ну, да. Я помню, бассейн по 25 метров, вот тот юбилейный бассейн, который мы проплывали его поперек, получается. Ну, там как раз, может быть, и есть 10 метров. Ну, это надо у математиков спрашивать, там, сколько там будет с поправкой на угол. Ну, где-то до 26, наверное. Так это классно, просто, как сказать, есть, если цель именно увеличить задержку дыхания, то можно пойти по спортивной стезе фридайвинга, где есть соревнования, есть рекорды, есть цифры, есть всякие вот ошеломляющие эти результаты, а можно просто, как сказать, кайфовать от процесса. Как я уже говорил, там, там можно, допустим, плавать в бассейне для удовольствия, а можно быть пловцом и принимать участие в соревнованиях. Два разных подхода к тренировкам совершенно. Где соревнования проходят, кто участвует в них, какова география? Соревнования в России, в некоторых городах, само собой, в столице, в мире. И вот самое престижное у нас соревнование проходит на Багамах, Vertical Blue. В этом году, к сожалению, опять-таки, массовые мероприятия отменились. Вот. Действующий рекордсмен мира и мой самый крайний, так сказать, учитель, это Алексей Молчанов. Его рекорд власти, ну, у нас есть такая штука, называется Монолаз, то есть это как бы такой хвост Русановича. Его рекорд 130 метров в глубину. Действующий мировой рекорд. 130 метров в глубину. 130, да. Ну, вот смотри, у нас... Что происходит с человеком, когда он погружается на глубину, тем более на такую ошеломительную... Происходят процессы адаптации. То есть, понимаешь, когда вот фридайвинг только развивался, там, в 70-х годах, был француз Жак Майоль первый в истории человек, нырнувший на 100 метров в задержке дыхания. Когда он разныривался, ученые-физиологи предрекли ему летальный исход на 40 метрах. То есть, они каким-то образом там посчитали, что вот эти процессы произойдут, они необратимы, и что человек не сможет выжить, да. Что за процессы? Ну, в первую очередь, давление, скорее всего. Да, это связано с давлением, потому что все, что касается глубины, это процесс адаптации к давлению. К давлению, так сказать, толще водяного столба, мы это называем, да. Вот, он нырнул на 60 метров, на 70, на 100. И вернулся живой, здравый. Долго прожил их после этого. Прожил он, хорошо. И Энце Майорка, и его, так сказать, соперник в те годы, они соревновались 100, там, 101, 102, 101, 102. То есть, они шли. Вступали на пятки. Энце Майорка – это итальянец, Жаджак Майор – француз. Ну, собственно, про них была Люка Бессоном в 80-е годы снята художественная лента «Голубая бездна», которая является для многих фридайвлов эталоном. Там, эталоном и Библией такой, там, да, художественный фильм, где играл Жан Рено, играл Энце Майорку, а Жака Майоля, ну, какой-то французский актер, Жан-Жак Бар, по-моему, играл. Вот, и вот они так вот соревновались, и оба старичками умерли. То есть, Энце Майорка, он, в принципе, относительно недавно, в возрасте 70, какие-то лет он умер своей смертью. Где же ты еще побывал под толщей воды, если разбирать твои заграничные поездки? Моря, моря, моря. Ну, само собой, мека всех фридайверов и скободайверов – это Красное море, это Египет. Самая насыщенная фауна, получается. Ну, оно насыщено больше кораллами именно, то есть, красками всякими, а жизнью именно насыщены все-таки океаны. То есть, вот я уже, получается, раз в пять с партнерами был на Мальдивах. То есть, это Индийский океан, это экватор. Вот, там как раз-таки представлена, наверное, крупная морская жизнь. То есть, это океан, соответственно, там больше воды, больше всякой живности. Вот, то есть, везде... А, ну, был еще разочек, был на Бали. Вот, на Бали, ну, это тоже Индийский океан, тоже классно, там на суше очень интересно. Вот, в воде ничего такого особенного не было. Ну, там те же кораллы, те же рыбки, то есть, вот. А на Мальдивах именно вот морская живность всякая разная была. То есть, самое запоминающееся место для нырения? Они везде, как сказать, в России есть определенные места, есть на морях определенные места. Везде по-своему кайфово. Где интереснее, в пресной воде или в морской? И там, и там есть, как сказать, свое удовольствие, свой кайф. То есть, интересное место в пресной воде, это вот, допустим, из впечатлений из Ядки, это озеро Челдови, да, то есть, из зарубежных... Где такое замечательное озеро находится? В Волжском районе, 20 километров лес надо ехать на подготовленной машине. Да, набейте в интернете, если не знаете его. Да, можно, да, там, по-моему, даже по гугл-картам, на гугл-картах оно есть. Касательно зарубежных, ну, вот мне нравятся острова, тропики нравятся, дико. То есть, это вот, это как раз, так сказать, вот то настроение, которое передается, допустим, такими фильмами, как «Пираты Крепского моря». Вот это белоснежные песочки, вот это какая-то атмосфера тропиков, ну, так сказать, совершенно другая планета, на самом деле. Не страшно вообще нырять в таких местах? Все-таки акулы, в конце концов. Нет, нет, нет. Именно там, в принципе, я и повстречал свою первую, хорошую, хищную акулу. Серьезно? Да. Как ты себя вел? Была паника? Ну, я сижу перед тобой, но на мне нет шрамов там, руки-ноги на месте. Это понятно, что сидишь. Нет, 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 нет. Я просто чувствую в тот момент, когда увидел акулу. Мне было любопытно, мне было спокойно, хорошо и кайфово. Я надеюсь, ей так же было. Очень чуть не верится, мне не верится. Почему-то, не знаю. Ну, это ты свои ощущения передаешь, свои страхи транслируешь. На самом деле, то есть, акулам мы не интересны. И благодаря голливудским фильмам есть некое представление, что если акула, она обязательно должна нападать. Да, на самом деле не так. Мы не в их пищевых интересах, как говорится. То есть, у них есть что поесть. Откуда тогда все вот эти события, нападение акул на акул? Чаще всего это ошибки, производимые самими людьми. И самая, значит, распространенная ошибка это, увидев акулу, отвернуться и шумно-шумно пытаться избежать встречи. Ну, возьмем самую добрую собаку. Так. Добрую собаку, добрейшую. Развернитесь от нее и убегите. В собаке сработает ее природное, да. Вот это вот. А почему он от меня убегает? Наверное, он слабее. Пойду-ка я спрошу. Давай. Да даже просто подойдет или легонечко укусит. Ну, просто если собаку укусит, это одно. А если укусит большой хищник, даже играючи, это будет... Какая-то инструкция вообще есть при встрече с акулой? Как себя вести? Спокойно. Попробуй-ка. Веди себя спокойно. Да, ну, как сказать, я же говорил, что беда в том, что уже голливудскими фильмами создан образ хищника. Зайдите на YouTube и посмотрите кучу роликов, где на Багамах красивые девушки ныряют в стаи акул. Да ладно. Просто посередине сидит на дне девушка, вокруг нее вьются акулы. Ничего не боится. Она еще гладит некоторых по головке, они подплывают. Я сейчас прямо после эфира зайду и посмотрю в YouTube, так ли это на самом деле. Я говорю, есть такие красивые ролики, где видно, что интерес не проявляется. Более того, там есть куча опровергающих роликов касательно того, что там они чувствуют там кровь, там что такое, там перед ними режут пальцы специально, никакой реакции не проявляется. Может быть, просто не та акулась ему попалась, не хищная, не кровожадная. Нет, 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 есть просто определенная статистика. Есть частности, как сказать, самолет самый безопасный вид транспорта. Да. Но когда самолет падает, половина мира просто замирает. Хотя каждый день на дорогах гибнет больше и от наркотиков и алкоголя больше. Но вот это то, что, как сказать, из ряда вон выбивается, это сразу. И когда акула нападает на человека, это тоже что-то такое вот сходное. Типа как, как, так, все, и начинается сразу вот этот шум. Шумгам начинается. Оружие с собой никакого не берешь, я не знаю. Нет, нет. Малый нож. Каким оружием можно справиться в неродной для тебя стихии против крупного животного, если оно решит на тебя нападать? Это бесполезное занятие, я считаю. Каких морских животных ты еще повстречал, когда нырял? И с кем бы хотелось еще раз увидеться? Так, акула хищная в раз. Акула не хищная. Есть китовая акула. Это самая большая акула в мире. Она величиной где-то с пассажирский автобус. Она питается планктоном. Как реагирует на человека? Она не плотоядная. Она как кит, вот ей, она плантончик ест, никак не реагирует. Мы для нее ссор. Можно плавать рядом, она даже направление не изменит. Игнорирует? Она абсолютно игнорирует. Да, у меня есть и фотографии с этой скитовой акулой, где можно понять соотношение масштабов меня и непосредственно животного. И этого плавающего автобуса. Да, это животное очень большое, не хищное, как я говорю. Оно питается планктоном. Оно одинразмерное, мне кажется, уже внушает ужас. Нет, ну это опять-таки вот у нас есть некое представление, что если что-то большое, оно обязательно, так сказать, страшное. Нет, оно большое, но не страшное. Большое бывает добрым. Манты. Манты это огромные скаты. Плавающие пельмени. Ну, не ищпачмаки. Манты это плавающие скаты, огромные, у него размах крыла где-то 5 метров. Они ходят как с семьями, так и, в общем-то, поодиночке. Тоже они... Безобидные. Они плотоядные, да. Да, то есть есть электрический скат, который, к примеру, в случае опасности может ткнуть шипом, но он маленький. Вот, а эти... И что в этом случае происходит? Ткнет шипом, что разряд... Ну, как сказать, я не знаю, способен ли этот разряд причинить что-то вообще кому-то. Не изучал я этот вопрос, но будет неприятно. Будет неприятно. Так интересно, говоришь... Будет неприятно. Такое ощущение создаётся в беседе с тобой, что дно, океан и море совершенно безопасны для человека. Конечно. А я почему-то в это не верю. Ну, понимаешь, люди, у которых конфликты есть с водной стихией, с водной средой, допустим, люди, кто неуверенно плавает, кто... у кого есть какие-то там детские страхи, да, там, страшилочки всякие. Они, соответственно, перетаскивают это всё во взрослую жизнь и, соответственно, рисуют некие негативные сценарии в голове, да. То есть, здесь элементарный тест на вашу психику. То есть, представьте, что вы отпрыли на море, на каком-то тёплом, где есть всякая-всякая живность далеко от берега, на вас нету ни очков, ни маски, под воду вы заглянуть не можете. И вы чувствуете, что по ноге что-то коснулось. Это может быть вот такая вот рыбуленка. Но вы-то в голове что нарисуете? Что там всё, что там всё сейчас вас есть, значит, вот в этом и, да, в неизвестности. То есть, когда человек учится нырять, то есть, приходит на курсы фридайвинга, да, учится нырять безопасно, технично, грамотно, он получает знания, которые, собственно, многие его страхи убирают, потому что он знает, что будет, если так, если так, если так, если эдак. То есть, сценарии в голове уже положительные рождаются, не отрицательные, как раньше человек себе что-то надумывал. Кого ещё погладил под водой? Дельфины. Я вообще, любую морскую живность трогать запрещено на морях, потому что мы создаём очень большой стресс. То есть, я трогал черепах морских огромных, но я узнал от морского океанолога, то есть, в одном из наших выездов на моря был морской океанолог, который по вечерям нам читал лекции. Он сказал, что если вы трогаете черепаху, на следующий день она умирает от стресса, потому что мы её больше, она не знает наши намерения, и у неё происходит сильнейший стресс, от которого на следующий день не при вас, при вас она уплывёт, и всё нормально, на следующий день черепаха умирает от стресса. Если вы на ней покатались, там, покатай мне черепаха, но многие почему-то кидаются их брать и на них кататься, там, это, для них, для животных это сильнейший стресс. А у дельфинов, чтобы ты понимал, у них на коже есть такой слизкий защитный слой. Если мы его трогаем пальцами, там, допустим, ну, не дай Боже, ногтями, то этот слой мы сдираем, и у дельфинов что-то типа язвочки появляется, заражение, то есть, они не созданы для того, чтобы мы на них, там, катались, там, трогали, там, лапали их. Как же опять в фильмах, всё ведь не так. Их и гладят, и кормят, и катаются на них. В дельфинарии, то есть, если обратить внимание, чаще всего контакт идёт не голой рукой, а, допустим, тренер, там, который ведёт шоу, чаще всего он в костюме, и на нём какие-то перчаточки надеты. Сняты все кольца, само собой, серьги, там, всё-всё-всё-всё-всё, чтобы не травмировать. Ну, и дельфины там уже, они-то такие, ну, как сказать, уже привыкшие, наверное. Вот. Слой у них уже, в общем, отсутствует. Но с дельфинами я ещё, дельфины пока, дельфины и киты, касатки, это мой лист пожеланий. Я хочу. Касатки, дельфины и киты. Вот это у меня осталось. Была ещё морская корова. В Марсаламе в Египте это смеси дельфина и тюленя, то есть, животное огромное, у которого тело дельфина, а голова тюленя. Ползает под дну, щиплет травку. Реально, как настоящая корова. Ничего себе. Ну, да. Абсолютно беззащитная. Она себя защитить не может. Как вообще себя психологически готовить к нырянию? Ну, потому что, ну, всё-таки, да, как вот ты сказал, это чужая среда, чужая стихия. Ну, если к этому относиться, как к чужой среде, то будет тяжело. Дело в том, что дети очень любят нырять, да, и на это посмотрев, можно вообще понять одну простую вещь. То есть, 9 месяцев, пока мы у мамы в нашей животе, мы находимся в жидкости. То есть, по сути, мы уже там ныряем, да. И среда для нас такая привычная. И среда для этого. Недаром сейчас есть такое вот модное направление роды в воде. То есть, из родной среды в родную и уже, так сказать, считается, что менее стрессовое переведение ребёнка из такой среды в такую, то есть, и потихоньку адаптаться его к обычной среде. Вот, то есть, среда для нас это не чуждо, просто нужно, как сказать, вспомнить в себе того самого ребёнка, которому просто нравилось по кайфу там где-нибудь с отцом там на море нырять с маской, с трубкой, с ластами и что-то там искать. И вспомнив вот это ощущение, взрослый человек вспоминает в себе вот этого ребёнка и снова начинает нырять и кайфовать. То есть, научившись фридайвингу, просто он делает это более технично как-то там, более безопасно. Максим Гурьянов был у нас в студии, это инструктор по фридайвингу. Илья Канов был у микрофона. Максим, спасибо, что пришёл, спасибо за интересную беседу. Спасибо большое, всем счастливо. Спасибо.